Книга Качазнуни Дашнаксутен Больше нечего делать Качазнуни дает нелицеприятный анализ, а во многих случаях и высказывает порицание действий, которые были совершены под руководством Дашнаксутен в указанный период. Данный текст, будучи своего рода политической исповедью автора, в то же время является обвинительным актом партии Дашнаксутен, который по убеждению ее основателя больше нечего делать, так как она потерпела политический крах. Работа эта представляет собой доклад, который я в апреле 1923 года представил конференции заграничных органов армянской революционной партии Дашнаксутен. Глубоко убежденный, что затронутые здесь вопросы послужат предметом серьезных дум не только для партийных товарищей, но и для каждого армянина, я счел своим долгом сдать в печать этот доклад и сделать его всеобщим достоянием. Прошу лишь проверить, что мне гораздо тяжелее было написать и подписать это слово, чем вам услышать его из моих уст. Оно не является результатом легкомыслия или малодушия, переходящих настроений или необдуманных заключений. Оно явилось результатом глубоких убеждений и глубокого сознания. Постольку, конечно, поскольку я способен мыслить и сознавать, рассуждать, оценивать и выбирать положение. Для широкого обоснования заключений считаю весьма необходимым возобновить в вашей памяти некоторые стадии армянского вопроса, от Великой войны до Лозаннской конференции и роль Дашнаксутен в этот период. Какие стадии прошел армянский политический вопрос 1914 года, как развивались, складывались, исследовали друг за другом события и куда они привели? В частности, что сделано нашей партией и что и остается еще делать? Когда сосредотачиваюсь на этих вопросах, вспоминаю ближайшее прошлое, различаю существенное от несущественного. И распределяю события в хронологическом порядке, мне рисуется следующее. В течение осени 1914 года, когда Турция еще не вступила в семью воюющих стран, не готовилась к этому, в Закавказье с большим шумом и с большой энергией начали организовываться армянские добровольческие дружины. Армянская революционная партия Дашнаксутен, вопреки постановлению своего съезда, который всего несколько недель до этого в Эр-Зуроме выносит решение об отрицательном отношении к добровольческим дружинам, приняла активное участие как в организации дружин, так и в их военных действиях против Турции. В таком весьма тяжелом и ответственном деле, которое было чревато весьма серьезными последствиями, закавказские органы, партии и отдельные деятели нарушили волю Верховного партийного органа съезда. Зима 1914 года и первые месяцы 1915 года для всех русских армян были периодом воодушевления и надежды. Мы безоговорочно ориентировались на Россию. Не имея оснований, мы были увлечены победой. Мы были уверены, что царское правительство за нашу преданность, наше старание и помощь дарует нам автономию Армении. Мысль наша была окутана туманом. Свои собственные желания мы навязывали другим. Бессодержательным словам безответственных лиц мы придавали большое значение. Под влиянием самогипноза мы перестали понимать действительность и предались мечтам. Переоценивали силу армянского народа, его политическое и военное значение, а также оказываемую помощь русским. Переоценивая наши весьма скромные достоинства, естественно, преувеличивали и наши надежды и ожидания. Все это нанесло армянскому вопросу смертельный удар. Горько жаловаться на злую судьбу и находить вне нас причину нашего несчастья. Это одна из характерных черт нашей национальной психологии, которой не избегла и партия Дашнаксутен. В начале декабря возникла армяно-грузинская война, которая велась весьма недолго. Лори был объявлен временно-нейтральной зоной. Грузинская власть там заменилась армяно-грузинской властью под контролем английского комиссара. А всего 4-5 месяцев мы вели государственную жизнь и уже были охвачены войной, в то время как страна имела массу нужд. Воевали с тем соседом, с которым нам надо было иметь самый тесный контакт. Ведь только через Грузию мы связывались с внешним миром. Уместно здесь упомянуть о тех непрерывных войнах, которые мы вели на северо-восточных границах и внутри страны. Официально с Азербайджаном мы не находились в состоянии войны, ибо фактически дрались в Карабахе, и частые столкновения с ними имели в казахе. Ряд кровопролитных битв внутри страны с местным мусульманским населением в Акбабе, в Зоде, Зангебазаре, Ведибазаре, Шарур-Нахчеване, Зангезуре и т.д. Важно то, что мы не сумели найти целесообразных мер для обеспечения нашего положения как извне, так и изнутри. Не сумели найти с Азербайджаном более или менее приемлемое моду свивенди. Не сумели административными мерами установить порядок в мусульманских районах. Вынуждены были прибегать к оружию, двигать войска, разрушать и устраивать резню, и встречать даже в этой неудаче, что несомненно подревает престиж власти. В таких важных пунктах, как Ведибазар, Шарур-Нахчевань, не сумели установить свою власть даже силой оружия. Потерпели поражение и отступили. В начале осени разыгралась армяно-турецкая война, которая окончательно сломила нас. Мы не были осведомлены в том, какие силы у Турции и были весьма уверены в своих силах. В этом и основная ошибка. Не боялись войны, так как были в полной уверенности, что победим. Мы не имели сведений, какие силы сосредоточены турками на нашей границе, и поэтому не проявляли необходимой осторожности. Когда на границе военные действия были уже начаты, турки предложили повидаться с ними и начать переговоры. Мы отвергли их предложение. Это было большим преступлением. Армия была деморализована во внутренних боях, благодаря бесцельным разорениям и безнаказанным грабежам. Воспитание армии, военный дух, твердость организации и дисциплина, а значит и сила сопротивления, были крайне ослаблены. Во второй половине ноября, когда корабль Кирпаша с победоносными войсками дошел до Александрополя, Бюро правительства представило парламенту свою отставку. Оно не могло больше оставаться у власти, после поражения. Турки были уже в Александрополе. Одновременно армянские большевики с русскими красными войсками со стороны Акстафы вошли в Идживан и Дилижан. Было ли какое-нибудь соглашение между большевиками и турками? В наших рядах это убеждение весьма распространено, но я полагаю, это ошибка. Во всяком случае, доказательств пока нет. Возможно, что большевистские агенты или большевистские настроенные отдельные личности способствовали развалу нашей армии. Для этого не нужно было никакого соглашения с турками. Помимо этого, для ускорения нашего поражения не требовалось вмешательство большевиков. Не в предательстве большевиков и не в силе турах заключалась причина нашего поражения. Она заключалась в нашем собственном бессилии. Несомненно, большевики воспользовались нашим поражением. Это вполне естественно. Но для этого не требовалось, чтобы было заключено с турками предварительное соглашение. 1 декабря в Александрополе наша делегация подписала соглашение с турками, которое многим не отличалось от жестокого Батумского договора. В тот же день правительство Врацяна отказалось от власти и вручило ее большевикам. Большевики вступили в Армению, не встретив никакого сопротивления. Такое постановление было вынесено нашей партией. Неизбежное поражение стало фактом. То, что имело место в последующие 2-3 месяца в Дар-Алигезе и Зангезуре, уже было не борьбой, а лишь агонией. Местные жители косо посмотрели на нас и проявили гостеприимство. Лучше бы мы совсем не показывались, тем более, что ели их последний хлеб. Невольно нами было внесено смятение в их жизнь. Возник глухой антагонизм между местными и прибывшими властями. Военная сила таяла с каждым днем. Часть прибывших солдат, голодных и недовольных местными жителями, думала о возврате домой. Группы из турецких армян, вооруженные и без оружия, стремились днем раньше попасть на берег Аракса, а оттуда в Персию. Местные жители, видя развала армии, господствующая без власти, сомневались в своих силах. В конце лета очистили Зангизур, последнюю ставку Демократической Республики. Армения целиком советизировалась. Весной 1919 года в Париже республиканская делегация вместе с национальной представили союзным великим державам меморандум, который заключал наши требования на мирной конференции. Проектировалось и требовалось обширное государство, Великая Армения с Черного моря до Средиземного, с Карабахских гор до Аравийских пустынь. Как можно было осуществить это империалистическое требование? Ни армянское правительство, ни руководящая партия Дашнаксутен и в мыслях не имели такого абсурдного проекта. Наоборот, наша делегация, как директиву, повезла из Еревани весьма скромные требования соответственно нашим скромным силам. Как же случилось, что делегация выставила требования от моря до моря? Это странно и невероятно. Но армянский Париж выдвинул это требование, а наша делегация поддалась господствующему в колониях настроению. Явление весьма знакомое нам. Тут-то я должен произнести то прискорбное слово, которое, как я знаю, вас очень опечалит, но которое, наконец, надо сказать и сказать ясно, без флера и прикрас. Дашнаксутен больше нечего делать. Наша партия сделала уже все, что должна была сделать, и исчерпала себя. Новые условия жизни предъявляют новые требования. Отвечать этим новым требованиям мы не способны. Я сказал, что Дашнаксутен нечего больше делать. Я неправильно выразился. Она имеет еще одно последнее деяние. Одну обязанность по отношению к армянскому политическому и своему собственному прошлому. Партия должна своим же собственным решением сознательно и окончательно положить конец своему существованию. Да, я предлагаю самоубийство. Бывает положение, единственным почетным выходом из которого является самоубийство. Наша партия находится именно в таком положении.